Наша идельная глава, глава о разводчиках, разведчиках, которые оговорили святую землю, очень тяжелая глава, почему она тяжелая, эти разводчики они были большими людьми, это не были просто, так сказать, специалисты по разведке. И всегда надо поставить себе вопрос. Каждый на своем месте, на своем уровне, как не оступиться? Я хочу немножко коснуться этой темой. Есть у нас в Торе особая глава, называется «Еврейский царь». «Еврейский царь» есть у него особая обязанность написать вторую книгу Торы, вторую, с тем, что она была с ним постоянно, он постоянно ее читал, и с тем, что он научился бояться Всевышнего. То есть, давайте просто поймем, кто были первыми еврейскими царями. Это был Шарабейн, Яшубином. В силу чего они правили? В силу Торы. В силу Торы. То есть, когда мы говорим «в силу Торы», означает, что подобающему еврейскому царю ему подобает, чтобы Тора стала частью его самого. Поэтому то, что он думает, исходило из Торы. То, что он видит, это было… Он видел это глазами Торы. И так это, безусловно, было у великих царей Нового Израиля и даже более поздних. Это вещи написаны ясно и о царе Шауле, и о Давиде, и о Шлеме. О Шауле говорится, что когда он согрешил меня и ослушался Шмуэля, то он, так сказать, он обращался, он там сделал неправильно. Это, естественно, нашему институту Сашу имеется в виду, что его решения не соответствовали Аллахе, не соответствовали закону. Но он был великим в Торе. Это не было… О Давиде вещи написано очень много, что сказал Всевышний Давиду, «Один день твоей Торе не важнее тысячи жертв, когда принесет Шлова Медах в храме». Ну, то же самое Шлова. Есть, безусловно, некоторые функции царя, которые у него есть данные ему Торой права и власть, судить не просто по закону Торы. Есть такая вещь. Есть понятие Моряда Малхус, бунтующий против царя. Есть там отдельные главы, когда есть особая у него есть привилегии, и сила у него есть. Но, в целом, что требуется от царя, чтобы питал в себя всю Тору, и, на этом слове, не правил народом Израиля. И тут есть два аспекта. Один аспект – это знание Торы, а второй – это богобоязненность. Был такой очень большой человек, Борис Ройер. Он был несколько тому назад. Абрам Ицак Барзер. Он был главвящим в мире Мадин Алид. Как-то слышал его, он говорил очень такую принципиальную вещь. Многие люди очень любят делать несвод, добрые дела и все прочее. Он говорил о людях религиозных. Он очень любит. Но не могут мне с этим еще делать вещи похуже. То есть они даже ради заповедей могут что-то нарушить. В чем проблема, он говорит. Проблема – это они хотят делать хорошо. Но требуется кроме этого еще мало желания сделать что-то хорошо. Нужна богобоязненность ничего не нарушить. Если есть сомнения, может что-то тут нарушается, надо остановиться. Даже если добрые дела, все прочее, надо вместе становиться. Это очень простая вещь. Всегда есть… Всевышний не принимает взятку. Люди принимают. Еще как принимают. И каждый из нас может принять взятку. Сообразниться тем, что он сделает хорошую, важную митву. А взятка его искривит. Эти соображения. И он не будет опасаться того, что надо опасаться. По большому счету, по большому счету, и то, и другое вместе. Это и знание Тора, и желание исполнить – это Тора. И желание, и богобоязненность – это тоже Тора. Но вот эта вторая часть, у нее есть некоторое еще более современное название. Называется «Мусар». «Мусар». И тут я хочу объяснить некоторую вещь. Неделю назад от нас ушел в Великером Гершель Эйдерштейн, Зекотсады и Кодекса Броха. Он при жизни был человеком очень скромным, невидимым. До смерти раба Анариба Штеймана вообще не вмешивался в какие-то общественные дела. А Штеймана его вытащил, так что называется, просил его присоединяться к прописи его и прописи Михаила Каневского третьим. Чем он занимался в жизни? Тора и «Мусара». Русскоязычный читатель знает его беседами по «Мусару». Мы печатали несколько лет в Брат Исхак, но не самые последние годы, но более ранние. Их печатали не потому, что мы нового поколения, но еще не было нового поколения. Просто были стихот «Мусар» на очень высоком уровне, что получился в учителей и Тору, и «Мусар». И Тору, и «Мусар». Тору, и это Штура Азовского, и Водовида Паварского, а «Мусар», думаю, что тоже Водовида Паварского, и это Абхазка Ревенштейна. Я вам приведу просто очень такой интересный факт. Равшах приводил, что он очень обязан в его собственном становлении двум людям. Одна из них – это была его мама. Вообще знать эту силу мамы. Мама была дочь Мудриса Тори, но ее муж не был Мудрисом Тори. Хороший простой еврей – отец Равшаха был. Она именно толкала Равшаха учиться. Продавала Мишибу, когда у дочери еще не было Бармитцевой. Маме это очень нелегко. Ребенка Мишиба – это не значит, что можно каждую неделю приехать автобусом за полчаса домой. Мы не видели здесь. Двадцать лет такой период. И второй человек, который он считал очень решающей влиянием на его личность, это был Машгех, духовный наставник Ишив, у которых Равшах не учился. Он должен быть там преподавал. Это был в Клецке, если я правильно помню, в Европе. А был там Машгех и его звали Хацкаревенштейн. Он в реке Машгех. Он был Машгехом еще в мир, еще там, потом в Шанхае. Потом он стал ведущим Машгехом в Ишотпонович. Там же был Рав Деслер. Так вот, Равшах говорил, что для него было очень важное влияние Хацкаревенштейна, чтобы быть человеком, идущим по прямому пути, который не поддается всевозможной динвизиозности. Так вот, это сочетание Тора и Мусара, это то, что строит ценную личность прямую. И то, что мы видели у Рав Гершина. Знаете, люди, которые не учились в Ишотпонович и не читали его книги по Гмарея, не имеют понятия его величи в глубине этой глубины его Тора. Ну, а Мусар, это у нас, да, есть некоторое представление, хотя мы тоже их не до конца понимаем. Я видел это в имени великого каббалиста последнего поколения. Он слышал какое-то выступление Рава Гершина. Он очень впечатлился от этого. Он сказал, что все там построено на Кабале, очень точное, ясное, но просто это никому не было видно, кроме великого каббалиста. Не было видно это. И тут я хочу коснуться той важной темы, о которой он Гершин много говорил. Это такое понятие «зикуя рабин». Что такое «зикуя рабин»? Это буквально удостоить многих. И понятие «зикуя рабин» есть много оттенков. И это уже пишут не «газор», это не вещи новые. Сегодня как-то больше об этом говорят, что приближающие людей дороги к Торе. Однако это далеко не основной «зикуя рабин». Потому что есть маленький пример. Когда сообщил Рав Штейману о смерти Равелёшиева. Он сказал, какой «зикуя рабин», как он достоил многих. Он не занимался приближением далёких. Он давал уроки. Теперь мы ходим в этот мидраж. Но следует за должность своего отца. Он давал один урок в день. Многие тут один урок в день. В этом было величие Равелёшиева. Исловно нет. А в чём было величие? Он мог дать ответ практически на все вопросы. Ответ по Торе. Это «зикуя рабин» по определению Рава Штеймана. Он нёс свет Торы. В каждой апостолами обращались. И тут я хочу объяснить одну очень принципиальную вещь. Это была такая интересная история. Я не помню точно имена, но был… И Шватмир, ещё когда она была в Польше, сегодня Белоруссия, было место, куда стекались сотни великих в Торе. Молодых ребят, когда были великие в Торе, буквально. Там была некоторая группа, где-то 10%. Это были ученики из Западной Европы, из Америки. Это самотверженно приезжали учиться. Извините за выражение, где местечка «Мир с уборной во дворе». Из современной Америки. И… Но… А с того костяк это были мыслики из других ишив, это были великие в Торе. Как-то в Великим Ашгиях и Шватмир Аверухам Лейбович высказал об этом так. У нас есть в Ишиве 300 будущих глав Ишив. 300. Немало. И один Рав, который будет учить закон. Этот Рав я знаю, кто это. Это Рав Каплана. Потом был Равином Цвата в Ирцисрове. Ну почему такая дисгармония? 300. Главный Ишив и только один Равин. Нет, помните, в добрые старые времена и главные Ишивы знали хорошо Аллаху. Великий Рав Шмур Азовский, учитель Рава Герша Эдрштена. Он… Город, когда умер, был отец в Гродно. Город настаивал… Он тогда еще был молодым парнем, даже не был женат. Город настаивал, чтобы он стал раб Равином города. Силем его большая сила и в Аллахея, не только понимание игноры. Но семья на самом другом мире, Рав Хай Моиза решила иначе. Ну, известно, что Хазана Иш очень считал с его точкой зрения, это касается Аллахи. Он боролся с Ишивой. Глава Ишивы. Почему? То есть, я вижу одну вещь. Есть вопрос в том, что важнее для народа Израиля. Глава Ишивы или Великий Равин? Что важнее для народа Израиля? И была такая очень непростая ситуация. Я не буду даться в подробности. Великий тесть Шмур-Разовского, Авцы Песак-Франк, величайший Равин Иерусалима. Немножко ознакомился с его семьей. Он настаивал, чтобы будущего зять стал даяном судьей в Равинском суде. Он видел, что будет ваш большим пасек, кому хотел. И он настаивал. Он уже согласился. Но наши великие учителя, Ицак-Зев, Соловейший, Кравис Бриско. И Хазанович были очень против этого. Не потому, что он этого не достоин, а потому, что он и рос Ишива, глава Ишивы до мозга костей. Я вам еще хочу объяснить. Это говорил великий глава Ишивы от каменец. Кстати говоря, Папа Равгершина был его учеником. Папа Равгершин был тоже очень большой человек. Его считал Хазанович одним из ведущих Равинов в Арцисрове. Он не был же сил, он был именно Равином. Папа Равгершина. Весен как Равин Рабаташарон. Он сам учился молодостью у Рав Бороха Берлайбовича в Каменице. Папа Равгершина. Он очень хотел, чтобы сын туда приехал, но тогда это было невозможно. Так вот, есть такая история, которая была с Рав Борохом Берлайбовичем. Рав Берлайбовичем. В Камениц приезжал иногда Рэб Берлайбовичем. Почему? Там была Слонимская община в Каменице. Он приезжал на субботу проверить свою общину. И Рэб Берлайбович Слоним очень чтил и ценил Рав Бороха Берлайбовича. Он приходил к нему на уроки в Бешиву. Спросили хасиды, почему ходят на уроки Рав Бороха Берлайбовича. Он сказал интересную вещь. Рав Бороха Берлайбовичем. Он так говорит слова. Гели Гераши, буквально Святой Раши. Гели Герашбо. Святой Рашбо. Я хочу это слышать. То есть Рав Бороха Берлайбовичем передавал ученикам святость Торы. Не просто понимание Тора. Он им святость Тора передавал. Это то, что Рэб Берлайбовичем видел это что-то особое, поэтому проходил к нему на уроки. Они были очень близки. И как-то он был уже не на уроке. Пришел, проведал его Рав Бороха Берлайбовича в дома. Или в Шиве. И они с ним обсудили. Видишь, что есть какая-то проблема в Микве. Которую хорошо было бы исправить. Потому что Рав Борох Берлайбович был. Он был рабином в городке каком-то. Он не был человеком, который не был в следующем уроке. А Берлайбович сказал ему. Слушай, ты пойди по этому поводу к Равину городу. Поговорить не был. Спрашивают Рэба Ислонима. Рэба Ислонима. Сказано, что есть самая важная часть Тора. Это изучение ради исполнения. Почему он, так сказать, отталкивает этот вопрос. А на этот ответил Рав Борох Берл. Очень странным ответом. Который вводит. Как будто противоречит. Прямому сказанному в Мишне. Что то, что касается. Ломеда Матленамет. Изучающий, чтобы учить других. Нет изучения ради исполнения больше, чем Мишемет. Так он сказал. Я слышал когда-то своего учительа Абхайм Камила. Такие же слова. Меня очень удивили. В Мишне ввод сказано, что есть застоинство. Ломеда Матленамет. Это одно застоинство. Более высокое. Ломеда Матленамет. Изучающий, чтобы исполнить. Как это можно собрать все это вместе. Я об этом думал и думаю уже много лет. И что-то я в этом понял. Я объясню вам. Основа всей Торы это передача из поколения в поколение глубокого правильного понимания Талмуда и всей Торы. Если не будет передачи правильного понимания Талмуда как нужно, умение взвешивать, глубоко понимать вещи, умение взвешивать, умение отвергать ложные концепции, то мы потеряли все. Невозможно быть раввином, если не умеешь понимать глубоко Талмуда. Нет понятия Ломеда Матленамет без того, что до этого раввин получил от своих учителей прямое глубокое понимание Талмуда. Если этого нет, то он его лоха не будет понимать. Это очевидно. Знаете, есть сегодня курсы раввинов всевозможные. То есть это сокращенный курс. Я понимаю, есть может какая-то необходимость, может какая-то польза какая-то есть. Надо понимать, что не это называется раввина. В настоящем. Не это называется раввина. Это раввина. Понимаете, что я имею в виду? А до этого он учился Понович. До этого. То есть для того, чтобы была Тора, чтобы исполнить, чтобы Тора была передана цельно этому поколению. И я не буду безусловно сравнивать от великих людей, каждое свое достоинство. Мы потеряли год назад великого Рабхайма. Величие Рабхайма было в том, что каждый год через его мозг и его сердце пропускалась заново вся Тора. И это он этим усветил вокруг себя на все вопросы, которые мы задавали. Однако есть особое достоинство того, что называется глава Ишивы. Что такое глава Ишивы? Ишивы, которую Тору преподает, он несет ее живой, цельной, глубокой ученикам. Надо просто понять великое достоинство Рабхайма, которое у него было. Он еще не женился. Он не было 25 лет. Когда его Рабхайма поставил преподавать более начинающим ученикам в Понович. Он еще не был молодой парень. Он был 23 года. Он поставил ему преподавать. Почему? Потому что он тогда тоже был великий в Торе. Великий человек начал с того, как его родители самотверженно обучали в Торе и, в частности, Талмуду в Советском Союзе. С большим страхом, что его можно получить много лет в Сибири. Самый большой грех, как известно, это было обучать детей Торе в Советском Союзе. И вещь не новая, это все знают. Когда Рабхайма женился, ему 25 лет, Ченухом ему засматривал Хазуныш. На его рекомендации для того, что Рабхайма взяли в Деникапсу и его дочери. На седьмой день в оброход. Ему говорит великий Рабхайма Испоновича. Рабхайма Испоновича. Надо просто понять, что он все сделал в Поновиче. Он был учеником Хазхайма. Был величайшим строителем Торы за границей. В городе был Рабхайм Апонович. Там были ишивы. Я встречался с одним из выходцев из России, который учился с его, так называемым, ишивахтаны. Один год до Второй мировой войны. У него была целая сеть учебных заведений Торы. Для мальчиков, для девочек. То есть он остался без ничего. Все рухнуло. И он спасся один с единственным сыном. Вся земля его осталась там. И он замыслил заново восстановить Тору на этой стройе максимально с самой большой силой. И он с этим замыслом основал, Испонович, в разгар катастрофы, в разгар второй мировой войны. Это было в период еще такой непростой мировой войны. Кто-то знает хорошо историю. Было время, когда нацистский генерал Ромбель Своим танковым корпусом он завоевал всю Северную Африку. И он шел на радиостроель без всякой, так сказать, не было никакой защиты реальной. Вот чудо, почему он туда не дошел. В этот период, когда Ромбель приближался к городу Своим, тогда Равис Понович основал Ишиву и купил этот холмут, там находится Понович. Люди говорили, что он сумасшедший. Он потерял семью и выжил из ума. Сейчас время покупать место для Ишивы. Ну, был ответ на этот вопрос. Он основал Ишиву. Он хотел Ишиву, чтобы это было... Видите то, что называется на святом языке? Лахзир отрала Ишина вернуть корону на свое место. Ему удалось. Нет, для Бахурим более сильного места, как Ишиват Понович, не было и нет. Есть хорошие Ишивы, прекрасные Ишивы, но это не Понович по своей силе. Он уже говорил, по-моему, сын учился в Поновиче, где-то года три. И в Поновиче были группа молодых ребят. Молодых. 22-23 года. Четыре года уже кончили час. Причем не вместо программы Ишивы, кроме программы Ишивы. Так вот, Понович хотел построить великое место Торы. Он еще замысел, полет фантазии, не как фантазия, а как замысел. И вот он, когда Авгарш Эдлорджон кончает неделю пиршества, когда он женился, седьмой день, он говорит ему такую фразу. Ну, у нас принято, что не все, но хорошие бахури, они женятся как женихи во фраке. Во фраке. Да, принято это, нет. Не требуется величие Торы для этого. Говорит ему Равис Поновича, а ты сегодня фрак не снимешь. Твое место сейчас сидеть на восточной части Ватаминдраша, возле Раши Ишивы. То есть он 25 лет посидел Вадима из Раши Ишивы. Может кто это сделал? Он был ему не дядей, не тестем, не папой, но человек, который строил великое место Торы. И вот с тех пор, после этого, 75 лет был главой Ишивы. Он не искал быть главным и не искал говорить людям, что делать. Он учился и нес того ученика. При его жизни, великих главы Ишивы, Шуразовского, Шаха и Новгорода Паварского, он отказывался, рассказывал свое мнение по разным вопросам. Есть помощь свыше главы Ишивы, у меня ее нет. Я молчу, пусть не решают. И так он учился, занимался учениками. 75 лет после свадьбы, еще 2-3 года до свадьбы. Давайте просто поймем, что такое Зикой Арабин. Раф Герша много говорил про Зикой Арабин. У застоиц многих. У него был очень простой Зикой Арабин. Его просили поехать в Америку. Уже был прецедент такой. Балл Эйпштейн ездил в Америку для укрепления людей. Не раз причем в Америку, в Европу. Была даже идея, что поедет в Москву. Но отказался в итоге по разным причинам. В Южную Африку. Это была очень важная вещь. Такой же просьбой после смерти Арабин обратились к Раф Гершуну. Ему уже было немало лет. Ему уже было 95. Но это... Он был человеком крепким и здоровым. Он трудился в Шафаре. Я помню, что последнего года. Почему он отказался? Он говорит, что мой пост – это быть главой Шивы. И надо еще понимать, что когда есть Рашива к этой инициатору, многим тысячам учеников. Это не просто урок Торы. На этих уроках строились будущие главы Ишивы, будущие бреватели Торы. В этом я хочу объяснить, что сказал Борох Берл, что Ломед, Матли, Ломед – это самое важное действие. Когда есть человек, который урок по его сипотафой умеет. Важность такого урока его слушатели немножко слушают, немножко дремлют от усталости и так далее. Бывает, иногда же не дремлют. Это не глубокое поневиновение в Тургут. Это не когда из этих уроков не вырастают великие Торы. Когда есть ситуация, когда 75 лет обучают учеников так, чтобы они стали настоящими для сами Торы, трудно объяснить величие этого Зику и Араби. То есть реально через великих главы Ишив придется Тора следующему поколению. И я был просто простой пример. Потому что не только делали именно в Абгаршине. Есть, допустим, Ишива Мир в Иерусалиме. И учатся тоже много тысяч учеников. Очень много, и за границей всегда это было. Каждый, кто учился, унесет Тору везде, куда выпадает. Люди, понимающие и знающие Тору, они могут нести Тору дальше по-настоящему. Понимаете, есть русская поговорка на безрыбье. Рак – рыба. Но эта рыба остается раком. Наша задача не оставаться раком, а действительно выучить Тору так, чтобы мы смогли нести ее дальше, как подобает Дести Тору. И тут надо вещь хорошо понять. Есть такая принципиальная тема, что когда уходит большой человек, то подобает его ученикам, всему поколению, что-то взять у него на себя. Есть такое выражение по-арамейски «шавик хай ли кол хай». Буквально говоря, что человек умирает, он оставляет жизнь всем живущим. Буквально имеется в виду, не углубляясь в эти слова, они не остаются живы, а он нет. Я думаю, что первое гораздо более глубокое понимание этого. Когда большой человек уходит, его достоинства, его пути в Тору и в служение Всевышнего, они остаются бесхозными. Их можно подобрать и воспринимать саму себе. И его жизнь продолжается среди живущих. Когда ученики и другие учатся его достоинства, учатся его путям, эта жизнь продолжается среди этих учеников. Он, называется, оставил жизнь всем живущим. Так вот, надо хорошо понимать. Давайте поговорим немножко о том, что касается нашей русскоязычной общины. Были когда-то всякие разговоры у первых учеников в ШИП, которые приехали из Советского Союза, это было 35-40 лет тому назад. Тут нет необходимости рваться, быть большими в Торе. Надо научиться чему-то и идти дальше. Надо идти дальше все, что можно, это понятно. Но не это путь. Путь, чтобы каждый из нас по-настоящему вырос в Торе максимум. И у нас есть причина этому достоиться больше, чем у многих выпускников Хедера. Потому что нам не хватает в нашей общине настоящих преподавателей Торы. Не лекторов, которые занимаются приближением. Не это я имею в виду. А имею в виду людей, которые могут дать серьезный глубокий урок по гаморе. Нести себе Торы в глубине. Этого у нас много нету. А должно быть. А должно быть. Поэтому сегодня, если мы уловим эту идею Равгершина, что настоящий язык урабим достаивание общины, то, что мы растем в Торе, и мы обучаем Торе наших учеников, еще один год, еще один год, еще один год, еще один год. Так собирается много лет. И это тот цвет Тора, который несется в всей общине. Он распространяется дальше. Это есть самый большой язык урабим. И если мы сейчас это воспримем, поймем, и на чем будем работать, это огромная причина для помощи свыше. И дай Бог, что мы этому научились. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok